МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Со всей России почему сон архиереев оказался в Хабаровске? С дальневосточной составляющей. Краево столицы намерены обогатить учебники по основам православной культуры. Как писатели относятся к интерпретациям режиссеров? Интервью с лауреатом Патриаршей премии. Патриаршей награды удостоен глава Приморской митрополии. Младыке Артемию вручен орден Серафима Саровского 2-й степени. Его правящий архиерей получил в день своего 60-летия. Награду имениннику передал Хабаровский викарий, посветский представитель, заместитель предстоятеля Русской Православной Церкви. Он произнес по-гречески «достоин». Юбилей владыка отметил на службе Господа. Помолиться вместе с ним из разных уголков России в Хабаровск приехали аж 14 архиереев. Кстати, все они духовные чадо известного, ныне почившего старца, священа архимандрита Наума Байбородина. Отец Наум был духовником Троицы Сергия Валавры. Он является одним из наиболее почитаемых старцев Русской Православной Церкви. Есть свидетельства о его прозорливости и случаях исцеления по молитве. А еще батюшка известен как воспитатель монаха. Под началом старца Наума проходил свой путь и митрополит Артемий. В 90-х годах он, будучи перспективным офицером, оставил военную карьеру и решил принять иночество. Начало пути хорошо запомнил бывший игумен того самого монастыря, где будущий владыка принимал пустырик. Ныне это митрополит Астраханский и Камузякский. Дорогой брат, мы всегда помним того и всегда, помня его, своего духовного руководителя, всегда делали анализ всех своих поступков. Так ли я делал, так ли я, так ли сделал бы мой духовный отец для того, чтобы угодить Богу. Наверное, Матрид Наум, Царствие Небесное, наверное, взирает на нас сейчас и радуется, что мы вместе молимся за нас, верим в это. И, конечно, это день рождения, прежде всего, и день родителей, это их радость. Мы всегда молимся в этот день за родителей. Они даровали жизнь, дали воспитание, наставили на путь и по всей жизни поддерживали меня. Мама моя, монахиня Елена, перед смертью приняла в острых ухудсений от самого ума. И уже, надеюсь, она уже там, на небесах. Также молится. Папа еще здравствует, слава Богу Господь для этого времени, на покаяние. Также с радостью знаю, что он всегда молится. Сегодня уже в ближайшие часов позвонил, поздравил. Поздравить митрополита в главный собор края приехали губернатор, мэр города, инокинии Петропавловского женского монастыря, прихожане храмов. За почти 4 года своего пребывания на кафедре Владыка Артемий успел сделать многое. Так, при нем возведены церкви Николая Чудотворца на улице Прекрессивной, освящены храмы Александра Невского, Казанский в селе Казакевичево, открыт духовно-просветительский центр в Николаевске-на-Амуре. Возводится по дворе женского монастыря на центральном кладбище церковь введения во храм Пресвятой Богородицы в поселке Горького. Заложен храм Благовещения, строится святое место и в селе Бычихо. Ведется миссионерская социальная работа. Хабаровская епархия работает в сфере образования, окормляет военных, спортсменов, поддерживает владыка и врачи, пациенты в больниц, в том числе раненых в ходе спецоперации бойцов. Недавно сотрудники Хабаровской епархии подали в Синодальную комиссию документы на канонизацию четырех дальневосточных священнослужителей. Они пострадали за веру в годы гонений на церковь. Духовно-просветительские центры и православная гимназия должны появиться рядом со Спасо-Преображенским собором. Глава митрополия светил закладной камень на месте будущей стройки, что еще должно возникнуть на некогда заброшенном месте. Обещается камень сей, окрепление в Эдисе и освященное в основании здания новой епархии и православной школы. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Первым этапом строители начнут возводить здание епархиального управления. В нем будут трудиться сотрудники отделов епархии, например, миссионерского, образования, культуры, информационного. Но не только. Здесь планируется духовный центр. Он под собой подразумевает, ну, в здании епархиального управления, да, такие площадки для общения с людьми, для общения с прихожанами, проведения всяких круглых столов, чаепитий и тому подобных вещей. Здание появится при поддержке краевых и городских властей, но возводиться оно будет не на бюджетные, а на деньги благотворителей. После того, как здесь появится епархиальное управление, вместе с духовно-просветительским центром строители возьмутся за второй этап. Мы получили единодушное такое одобрение наших властей. Здесь будет дальше строиться с помощью Божьей вторым этапом. Сейчас пока на этапе проектирования православная школа с полным циклом увлечения. Я думаю, что Господь презрит на наши молитвы. Конечно, тут нужно соединять все наши усилия, всех наших благодетелей, всех граждан наших. Помогать будем мы вместе, плечом к плечу. И, как я вам сказал на первой встрече, мы будем друг другу опорой. Слава Богу за все. Будущий комплекс будет выполнен в едином стиле со Спасо-Преображенским собором и духовной семинарией. По словам губернатора края, здесь должен появиться и парк. Возможно, он будет носить имя равноапостольного Иннокентия Вениаминова, духовного отца графа Муравьева-Амурского, святого ученого-лингевиста-этнографа. О святынях и истории Хабаровского края узнают дети школы региона. Учебник по основам православной культуры с дальневосточным компонентом намерены написать в краевой столице. Создать подобное издание предложили Министерство образования края сотрудники епархии. Идею ведомстве поддержали. Мы имеем учебники и учебные пособия, которые написаны в Центральной России, в Москве, в Вологде. Ближайший к нам учебник, который бы написан в Новосибирске. Эти учебники уже пробируются, они находятся в учебном процессе. Но нам этого недостаточно. Почему? Потому что, конечно, все-таки специфика Дальнего Востока – это особая. У нас есть свои храмы, у нас есть своя история православной церкви. Так предполагается, новые учебники обогатятся рассказами о чудотворной албазинской иконе Божьей Матери, той самой, из которой гурско-казаков защищала албазинскую крепость от многотысячной манджурской армии. Ученики смогут узнать и о порт-артурском образе Пречистой Девы. Он был явлен в русско-японскую войну. В издание должны войти рассказы о миссионерах. Леонид Кенте Московский был членом Академии наук, в естественной среде изучал, и животных. То есть он готовил целые народы к, так сказать, принятию культуры христианства. Поэтому можно ли сказать о священнике, как только о чеке духовном? Я думаю, наверное, о рем. Это было бы очень узко, потому что миссионер-то всегда человек многогранный. Православие на Руси уже больше десяти веков. Православное Пречисление России – это Пречение Руси. Поэтому, если убрать православие, веру православную, историю православную, все, что связано с православием, ну что, Россия могла превратиться в страну третьего мира, источник сырья, ну, нефти, газа или чего-то. А с православием Россия – великая держава. Она имеет свою самобытность, свою историю, свою культуру, свою будущую, естественно. И выражение «Святая Русь» – это не значит, что мы просто как-то гордимся током. Святая – это не какая, а которая? Та, которая хранит это богатство. И вот если наша страна, наше Отечество, наша Родина будет хранить православную веру и православную традицию, православную культуру, вот, то, естественно, будет твердо стоять и наша страна, российская держава. Над учебником будут работать специалисты Хабаровского института развития и образования, священники, а также авторы из центральных регионов России. Они уже трудились над зданиями, которые используются в разных городах страны. 80% материала будет посвящено нравственным законам, оставшаяся часть дальневосточной истории. Основную работу планируется выполнить до марта 2023 года. Курс «Основы православной культуры» является одним из модулей предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Его родители выбирают для своих детей по желанию. Здравствуйте! Сегодня об интересном и важном мы говорим с известным писателем, драматургом-сценаристом. У нас в гостях лауреат Патриаршей литературной премии, преподаватель Литературного института имени Горького Владимир Малягин. Владимир Малягин – лауреат всероссийских и международных конкурсов драматургии. Он является заместителем художественного руководителя по литературной части Московского академического театра имени Маяковского. Владимир Малягин – лауреат всероссийских и международных конкурсов драматургии. Он является заместителем художественного руководителя по литературной части Московского академического театра имени Маяковского, руководителем семинара драматургии в Литературном институте имени Горького. Он также главный редактор издательства «Даниловский благовезник», член издательского совета Русской Православной Церкви. Спектакли по его пьесам ставятся в ведущих театрах Москвы, в том числе в современненьком хате. По сценариям Владимира Малягина снимаются и художественные фильмы. Так он является соавтором сценария картины «Чужие» режиссера Юрия Грымова. Владимир Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Владимир Юрьевич, по вашим пьесам ставятся спектакли в ведущих театрах Москвы. Известно, что часто у режиссеров свое прочтение, и они интерпретируют пьесы по-своему. И часто произведения, допустим, русских классиков, меняются до неузнаваемости. С их легкой руки. Вот сталкивались ли вы с таким, что касается ваших произведений? И как вы относитесь к такой тенденции? Нет, ну, конечно, вы знаете, сейчас есть все. Но я считаю, что вот это когда берут Чехова, когда берут Толстого, когда берут еще кого-то и когда превращают их в неузнаваемые зрелища, это, конечно, уже, ну, как бы сказать, это то, что должно быть просто, ну, оно должно быть запрещено просто. Потому что если ты берешь Гоголя и ты его переворачиваешь с ног на голову, то зачем ты берешь Гоголя, спрашивается. Ты возьми то произведение, которое тебе в данном случае просто, ну, как бы сказать, близко, нет, берется Гоголь, но придается ему противоположный смысл. И тогда я понимаю просто, что, ну, как бы сказать, я понимаю, что это специальное разрушение, специальное разрушение, так сказать, автора, причем какого автора? Классического автора, автора, который составляет гордость русской культуры. Вот. Но я хочу сказать, что, когда я говорю, что такого не должно быть и это надо запрещать, я отнюдь не про цензуру говорю. Все гораздо проще в нашем, так сказать, капиталистическом мире, который нам все время говорят, вы в мире капитализма живете и никакой цензуры быть не может, хорошо, не надо никакой цензуры. Но тогда, пожалуйста, давайте одинаковые деньги тем, кто работает в русле и в традиции великой русской культуры, театральной. И тем, кто, так сказать, какие-то эксперименты, эксперименты здесь, причем эксперименты, как всегда, они почему-то такие эксперименты, которые именно разрушают, разрушают культуру и извращают ее. Давайте одинаковые деньги на то и на другое. Нет, у нас не так. У нас тем, кто работает в русле культуры русской традиционной, им они, как правило, сводят концы с концами. А те, кто вот так изгаляются над великими произведениями, они катаются, как сыромасль. Это что касается идейных разногласий. А что касается вообще воплощения твоей пьесы в театре, то я всегда был за то, что как я имею свою свободу как автор, так и режиссер имеет свою свободу, сферу своей свободы. И актер тоже имеет сферу своей свободы. Понимаете, если каждый из создателей спектакля имеет эту свободу, включая художника, композитора, художника по костюму, то все вместе они работают в свободной атмосфере. И все вместе они именно создают ту гармоничную ткань, гармоничную субстанцию, которая приводит к тому, что, как правило, при таком, знаете, союзе свободных художников, вот только при таком союзе может родиться в театре что-то настоящее, потому что театр – это искусство, во-первых, синтетическое, в нем соединены многие искусства, а во-вторых, оно коллективное, в нем соединены многие люди. И когда они на основе творческой свободы соединяются, это самое благотворное. Владимир Юрьевич, на православной культуре выросло очень много великих писателей дореволюционных. Как Вы думаете, сейчас актуальны ли для современных писателей, для современной литературы наши традиционные ценности? Традиционные православные ценности? – Абсолютно актуально. Я считаю, что Достоевский так и остается самым современным писателем. И именно потому, что он задавал вопросы себе и другим, которые всерьез, всерьез. Потому что кто-то недавно, где-то я читал, у кого-то из современных писателей, по-моему, он о каком-то произведении или о каком-то авторе говорил. И вот он говорил примерно так. Удивительно, говорит, столько всего, ну, как бы сказать, обсуждается таких вот каких-то проблем, таких очень даже тонких, второстепенных, таких незаметных проблем. Но почему-то не говорится о главных вопросах. Есть Бог? Есть или нет у человека душа? Если есть у человека душа, что нужно делать, чтобы ее спасти? И вот это вот современный писатель, мне это так понравилось, я даже где-то выписал это для себя, потому что, понимаете, ну, правда, понимаете, все, мы можем о чем угодно писать. Мы можем читать километры книг, килограммы, километры, понимаете, но и это будет все очень занимательно. Мы будем разгадывать кроссфорды этих детективов, которые в результате все-таки, конечно, они должны быть разгаданы, но мы должны, мы можем следить за этими перипетиями, так сказать, сюжета, но мы можем закрыть книгу и понимать, что нас никто не накормил. Мы такие же, мы в духовном смысле так же голодны. Нам никто не сказал, а есть ли Бог? А есть ли у меня душа? Если есть у меня душа, то что нужно, чтобы она была счастлива? И вот это, понимаете, вот главные вопросы, без них русской литературы не существует. Я считаю, что без ответов, без постановки хотя бы вот этих главных вопросов, мы не можем говорить, что эта литература русская. Мы можем говорить, что вот это писатель, который пишет на русском языке. Не более того, это абсолют, даже не писатель. Знаете, все-таки в российском понимании писателя именно это вот и есть наличие главных вопросов. Литератор. Литератор, пишущий на русском языке. А это, пожалуйста, это, как говорится, пиши о чем угодно. Просто тебя никто не назовет писателем, если ты не берешь, не ставишь и не отвечаешь на главные вопросы. Вот эти главные вопросы, я считаю, что они были, есть и будут всегда тем мерилом, которое нам показывает перед нами настоящая литература или просто, так сказать, просто литература, литературу, так сказать, деванье, понимаете. Вот, я так вот считаю. Владимир Юрьевич, меняется время, меняется читатель. Как вы думаете, писатель до какой степени должен идти за потребностями читателя? Или он должен, и когда он должен не опускаться до читателя, а наоборот, дотягивать, поднимать? Да поднимать, я думаю, что хороший писатель, честный писатель поднимать должен всегда, потому что ему самому подниматься надо, понимаете. Если он ощущает свое писательство как долг перед Богом, дан тебе талант. Ведь, в сущности, правильно, все священники даже говорят одно и то же. Талант тебе дан, но он же не твой. Ты же возвращать его должен. А чем возвращать? Любовью к Богу и любовью к людям, к своим ближним. Если ты этим не возвращаешь, ты свой долг не отдаешь, свой талант ты зарываешь в землю. Поэтому, понимаете, и ты сам должен как-то подниматься над собой, и читателя своего ты должен поднимать. Но это, ну как бы сказать, немножко, если так про себя думать, как про писателя, то это немножко, как бы, знаете, не по-настоящему, потому что по-настоящему ты просто должен писать правду. – Владимир Юрьевич, а как все-таки вы относитесь к игре писателей, сценаристов с добром и злом? Вроде было добро, а вроде было зло, а стало добром. Был Кощей бессмертный, стал принц прекрасный. Когда вот меняется местами добро со злом, как к этому относитесь? – Когда меняется местами. – Да, я понимаю, о чём вы говорите. Но дело в том, что тут, конечно, надо всё-таки смотреть конкретные произведения, потому что, в общем-то, и в классике ведь тоже бывали некие похожие случаи, скажем, но, как бы сказать, у больших писателей, у наших классических русских писателей, бывали разные герои. И потом, надо сказать, что вообще возможность преображения героя в лучшую сторону, она, в общем-то, всегда может оставаться, понимаете, всегда. Но другое дело, здесь надо смотреть только конкретный сюжет. И какая идея заложена в таком превращении? Если это для того, чтобы смешать и сместить добро и зло, то это ложная, лживая идея, потому что на самом деле настоящее зло, к сожалению, мы видим, оно переродиться в добро не может. И поэтому нам надо быть просто внимательней, а тем, кто имеет ещё отношение к детям, это вдвойне внимательней, потому что, конечно же, тогда эта так называемая, понимаете, толерантность по отношению к злу – это плохая толерантность. – Владимир Юрьевич, я бы с вами говорила, ещё и говорила, но, к сожалению, нам нужно заканчивать. Благодарю вас за очень интересный, содержательный разговор. Всего доброго. – Благодарю за внимание и, в свою очередь, рад, что встретился. – Субтитры создавал DimaTorzok – Субтитры создавал DimaTorzok